Всем доброе утро! У нас сегодня солнышко. Ну, когда солнышко, сразу настроение другое. Кстати, у меня сегодня, да, действительно настроение немножечко улучшилось. Мне позвонили со второй клиники стоматологической. Сегодня я пойду к ним на консультацию. Ну, послушаю, что скажет еще этот доктор. И потом будем принимать решение. Ну, а сейчас пока вот такое настроение хорошее. Может быть, сегодня мне повезет. Моя пласточка пришла, моя солнышко пришло. Моей вчера капельки дали. Она так это возмущалась. А мне сказали, что вы, говорит, эту капельку не в водичку, а ей на носик. И она, говорит, обязательно все слежит. В общем, такая она спокойненькая. Пока. Пока спокойненькая. Так, девочка моя? Ты выспалась? Доброе утро! Доброе утро, моя солнышко! Вот так. Зевушки мои, зевушки. Что там на улице? Ты еще не проверила, нет? Не проверила? Мое хорошее. Да, да, да. Да, ты моя хорошая девочка. Мы тебя очень любим. Очень любим. Идем, наверное, пить кофе. Идем. Не будем нарушать традиции. Давай, идем. Вот моя хорошее девочка. Такое хорошее. Я не виновата, что со мной такое случилось. Я совсем не виновата. Я тут ни при чем. Ну, так получилось. Так? Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Все, девочка моя, идем, 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 идем пить кофе. В общем, я уже побывала у доктора. Доктор мне очень понравился. Очень такой толковый. Но мне его посоветовала дочь. И я пришла. В общем, настолько все хорошо получилось. И мы с ним обговаривали мое лечение. Все с толком, с расстановкой. То есть все правильно так вот рассказал. Все объясняет. Все, что делает, обговаривает. Ну, я настолько довольна, что я передать не могу. Так что этот визит у меня состоялся очень удачный. Ну, по цене, конечно, немножко как бы дорого. Но, в принципе, не дороже, чем у того доктора, у которого я была вчера. Но там, конечно, он мне столько всего наговорил, что я даже испугалась немножечко. Вчера прямо у меня аж слезы на глазах. Я вышла с больницы с этой. И у меня прямо слезы на глазах. И думаю, господи, неужели так все плохо? Ну, оказалось совсем не так плохо, как мне вчера наговорили. Но в этой клинике дешевле. Где-то, наверное, на 3-4 тысячи гривен будет. Ну, мне очень понравился сам подход доктора. В общем, настроение немножечко, как говорится, улучшилось. Ну, а деньги, куда деваться, это здоровье. Поэтому как-то так. Я сегодня ходила в больницу, вернее, в кабинет одна, без славочки. Поэтому и возвращаюсь сейчас одна. Вот. На улице сегодня у нас намного теплее, чем вчера. Но нет просто этого ветра холодного. Вот. В общем, все хорошо. Все отлично. Все замечательно. Живы-здоровы. Все, что болит, починим, подремонтируем. Ну, а так все нормально. Кстати, хотела сказать за кошку. Я вчера ей давала эти капельки. И вы знаете, она такая более, как бы, ну, может, мне так показалось, что более, как бы, спокойная стала, что ли. Ну, посмотрим. Сегодня я еще раз ей намажу носик, чтобы она успокоилась. Ой, что, сунят. Хорошо. Вот это вот наша набережная. Ой, набережная. Господи, так как она говорила сейчас? Это я на эмоциях. Университетская улица. Ну, прямо, конечно же, наш парк. Сейчас загорится светофор. Мне тут рядом. Тут вообще все рядом. Так что, вот такие вот дела. В общем, довольная еду. Счастливая. Хоть и дорого. Хоть и дорого. Ну, я еще раз повторюсь, что мне очень понравился сам подход к моей проблеме. Человек все посмотрел. Все сказал. Вот какие есть варианты. Ну, и, в общем, мы пришли с ним к общему знаменателю. Так что, огромное ему спасибо. Молодой доктор. Он такой очень внимательный. В общем-то, на этом, наверное, пока я буду с вами заканчивать. Потому что я уже бегу-бегу домой. Там у нас, как обычно, кормежка голубей. Кормежка-кормежка. Такая красота. Детки выходят. Мне нравится, что родители их с детства учат. Что нужно с добром относиться к животным. Опять. Опять про то же. Опять про то же. Опять про белую. Что нужно не идти и говорить. Тю-ти-мутя, тю-ти-мутя. Кошечка-собачка. А когда видишь, что животное мучается, не пойти и не помочь ему. Мне написали в комментариях, что таким образом животное может поломать позвоночник и умереть. Представляете, какая была ужасная смерть у этого животного. Просто мучительная. У меня просто, знаете, до сих пор я не могу прийти в себя. Настолько это было ужасно смотреть. И сердце просто сжималось от боли. Так что здесь очень много кормушек. Я смотрю, как родители с маленькими детками подходят и учат деток, как с животными поступать. Но это настолько здорово. Они молодцы. Вообще в Верпене много молодежи, много детей. Очень многие семьи имеют по двое. Некоторые по трое деток. Ну, как-то так. В общем, что-то я с вами заболталась. Так что бегу домой. Бегу, бегу, бегу. Ну что, я тут на радостях пришла, что у меня все в порядке. Сделала 10 таких пирожочков. У меня там было немножко курочки отварной. Ну, думаю, сделаю несколько штучек пирожочков. Такие вот пирожочки получились. Узварчик сделала. Такой вот у меня узварчик. Уже даже поставила. Остывает. И спекла вот такую свеклочку. Сделала салатик сегодня. В общем, могу сказать, что день сегодня у меня удачный-удачный. И, в общем, я рада и счастлива. Чего и вам всем желаю. Ну, сегодня, наверное, видео буду заканчивать, потому что на улицу пойдем гулять со Славой. Но опять то же самое. В общем, что-то хочется вам показать другое, интересное. Но это уже будет завтра. А сегодня, как всегда, желаю всем добра, здоровья, удачи, счастья, благополучия. В общем, что вы себе желаете, я вам это и желаю. Будьте здоровы!